Долой потрескавшиеся стены и драный линолеум. В Карлинском приступили к капитальному ремонту амбулатории. Но прежде все вопросы по обновлениям обсудили с жителями. В населенном пункте это единственное медучреждение, поэтому сельчане с нетерпением ждут его обновления. И мы как бы очень рады, что началось все-таки вот это все преображение, и рады за ремонт, за что очень большое спасибо. Но мы надеемся, что все пройдет очень хорошо и не так затянется быстро, как это бывает. И будет все-таки сделано все, что оговаривалось, там, физкабинеты. Доктора у нас появятся постоянные. Также мы надеемся, что все-таки детская рекреация у нас там тоже преобразится. Благодаря опережающему финансированию капитальный ремонт был перенесен с 2024 на 2023 год. В здании обновят электропроводку, водопровод, систему отопления, также заменят окна и входные группы. Кроме того, здесь появится новая медицинская мебель, кардиограф, спирограф и другое оборудование, необходимое для оказания первичной медико-санитарной помощи. Будут полностью заглянены все инженерные сети, выполнены общестроительные работы, и амбулатория будет приведена в соответствии со стандартом бережливой поликлиники. Население Карлинского, порядка 1800 человек, будут получать качественную медицинскую помощь. Им будут доступны все виды диагностических услуг, все, что есть в Центральной клинической медико-санитарной части. Несмотря на ремонтные работы, оказание медицинской помощи населению не приостановлено. Врачи ведут прием в другом крыле здания. Объект планируется сдать в декабре. Всего на капитальный ремонт было выделено порядка 10 миллионов рублей. Работы проводятся по нацпроекту здравоохранения. Кирилл Савочин, Марат Нигдеев, Управда ТВ.